Всем привет, улички! У нас сегодня морозное утро, морозное, сырое. На улице ноль. Часы у меня вообще показывают минус ноль, то есть температура вроде бы нулевая, но стремится туда уйти в минус. Вот, и у нас очень сильный туман. Смотрите, сзади меня там дорога, но её очень плохо можно разглядеть. Вон впереди-то он такой плотненький, хотя на самом деле в 7 утра он был ещё сильнее, а на 20 метров из окна уже было не видно там деревья. Вот вообще было прям сложно-сложно понять, что они там есть. Ну, сейчас немножечко подрассеялся он. Мне сегодня утром пришло письмо от посыльщика Омнива, что типа срок вашей посылки, хранения заканчивается. 17-го числа. Типа, заберите. И вот я её забрала из постамата. Тут написано всё по-китайски, но типа как будто бы из Эстонии привезли. И, в общем, я не могу вспомнить, что это, только если это Алиэкспресс. Но, по идее, он должен был на почту прийти. В общем, сейчас посмотрим. Ну да, пришла вот прищепка с Алиэкспресс для корма. Там на пояс, на карман можно прицепить. Здесь она на магнитике. И вот я туда уже остатки корма сложила. Мы точно такой же, даже такого же цвета заказывали. Очень ей удобно пользоваться. Но забыли её, когда ехали из Москвы в Риге в автобусе. Я её прицепила, чтобы она не мешалась на штору. И всё. И второе, что пришло, это Нику приехал новый чехол на телефон. Потому что предыдущий очень сильно пожелтел. И вот он решил заказать себе новый. Чайки, чайки, он ходит, как у себя дома. Сейчас, здравствуйте, здравствуйте. А эти? Не только ворон, но и чайок трамп полюбил гонять. Оп. Ладно, пойдём домой, малыш. Ты тут сидишь? Чё сидишь? Кушать хочешь? Пойдём кушать. Пойдём? Ты тоже хочешь? Тоже хочешь? Да? Да. Сырнички. Ням-ням-ням. Я сегодня наконец-то вытащила свою жопку. Куда-то в приличное место из района, из дома вообще. Потому что несколько дней я прям вообще ничего не хотела сделать. Я сидела как с урок дома. Потому что на улице 2 градуса. Ну, примерно от 2 до 5 в хорошее время. И холодно, промозгло. В общем, я выходила погулять с собакой, с трампом. И всё. И больше мне ничего не хотелось. А сейчас, я думаю, так, нужно сходить куда-то развеяться в культурное место. В общем, я сейчас иду в Digital Art House музей. Кажется, он так называется. Здесь, в Риге. Это что-то вроде мультимедиа-арт-музея в Москве. И там я хочу сходить на выставку. Как-то она называется. Джипси-арт. Что-то там. В общем, это выставка полотен цыганского художника. Напишу, как его имя правильно произносится. Потому что я боюсь это произносить. Вот. И они как ожившие полотна. То есть они на диджитал-экранах. Так, понятное дело, что это не живые полотна. И что это такой лёгкий способ развлечь публику. Но всё равно это прикольно. А поскольку я не очень шарю в живописи. Можно сказать, совсем не шарю. Такой вид искусства мне нравится. Шарики, фонарики. Всё что-то мигает, светится. Красиво, интересно. Ну и создать какое-то впечатление об этом. Может быть, когда-нибудь я дойду до того, что начну понимать искусство картин. Вот. Но сейчас я оцениваю их на уровне нравится-не нравится. Всё. Никакого там мазки, каких-нибудь специальных техник. Это я всего не понимаю. Вот. Поэтому нравится-не нравится мой вариант. Тут я посмотрела их инстаграм. Мне понравилось. Так что сейчас иду на автобус, чтобы доехать до... Ну, практически он будет идти до музея. И покажу уже следующие кадры из музея. Новое, неожиданное открытие моего организма. Меня начало укачивать в автобусе. Причём я заметила это уже второй или третий раз. Я сначала думала, может, что-нибудь там приболело. Но нет. Это уже не первый раз. И я точно не болею. И, блин, я хотела получить испанский в автобусе, пока еду. Но меня как начало укачивать. Я ой-ой-ой-ой. Сразу села так, чтобы мне было видно вперёд дорогу. Чтоб меня обратно раскачало. В общем, жесть какая-то. Ой, я сейчас прохожу национальный музей Риги. Там, конечно, картины национальных художников, коих в Латвии не очень много. Но, тем не менее. Но здесь самое интересное, это вот этот блин на входе. Он, конечно, очень крутой. Мне очень нравится. Тут картина, в которой показывается, как в 1942 году немцы расстреляли больше 500 цыган, среди которых преимущественно были женщины и дети. Вот такое вот суровое искусство, которое оживили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В общем, это была очень старанная выставка Карля Сарудевича. И я даже не смогла найти, где купить билеты. Там не было людей. Потом вошла толпа каких-то школьников. Я, короче, не поняла, как покупать билеты. В общем, в залы с Густавом Климтом и с вот этим джипси цыганским искусством никого не было на входе, никаких ни билетеров, ничего. Не было людей тоже на входе в сам музей. В общем, короче, я не въехала, посмотрела и ушла. Ну вот, в общем, не, ну, как бы бесплатно, круто, конечно. Надо посмотреть в интернете. Может быть, у них только онлайн-билеты продаются, чтобы сэкономить на людях, на персонале. В общем, это было очень странно. Ну, в целом могу сказать, что прикольно делают ожившие полотна. Я первый раз на оживших полотнах. Но само искусство вот этого цыганского художника Карлиса, ну, мне не зашло. Хорошо, что я еще зашла в зал, увидела, где там вход Густава Климта. Вот Густав Климт, он хорош, мне нравится. А вот цыган Карлос, Карлис, что-то как-то не очень, ну, сомнительно. Не, понятно, что там цыгане нарисованы. Цыгане о цыганях для цыган, наверное, это так было. Но я что-то не в восторге. Я зашла в магазин Кумана. Это секонд местный. Их целая сетка. И вот, что я здесь увидела. После всех моих расхламлений дома и надежды продать шубы, которые здесь висят, я поняла, что шубы в Кумане стоят от 40 до 130 евро. 130 стоят каракулевые. И они в гораздо лучшем состоянии. То есть они там не сохшиеся, с ними все хорошо, они целые. И, в общем, я поняла, что шубы, которые я надеялась продать, не продадутся никогда. В лучшем случае их можно отправить в деревню, чтобы их там и не там греться. А так тут как раз филиал того, что я разгребаю. Он тут всякие шарфики, шапочки, всякого разного, много-много. И все за три копейки. Поэтому с учетом наличия такого огромного количества секондов, в которых все за три копейки продаются, варианты типа Авито и покупать что-то на досках объявлений, ну, здесь вряд ли будет работать. Потому что просто людям невыгодно тратить столько времени и сил на поиск что-то на досках объявлений, когда у тебя под боком магазины с чистыми одежками за три копейки.